И все же подозреваемый прокурору Измаильской прокуратуры Евгению Чебану сегодня объявили о подозрении. Напомню, он является фигурантом дела о смертельном ДТП, в котором погибла жительница села Кислицы Мария Уштюк. Несмотря на наличие свидетелей и доказательств, подозреваемый пытался выйти сухим из воды. Все подробности этой истории расскажут мои коллеги. Трагедия произошла около семи вечера. Мария Уштюк шла по тротуару, но в одном месте из-за плохого дорожного покрытия вышла на обочину. В этот момент из-за угла вылетел внедорожник и на огромной скорости сбил женщину. Трое свидетелей опознали водителя и пассажиров в машине. По стечению обстоятельств это оказались их родственники. Звалили женщину, протянули ей 4 метра и потом ее переехали. Я чутко видел, как за руля вышел Чебан Евген. Более него сидел рядом его брат. И сзади вышла Чебана Евгена, женщина Ирина. Свидетели уверяют, Евгений Чебан был пьян. Он был пьяный труп. И второй брат был пьяный. Он возле клуба подъехал, он открыл дверь и рвал. Там есть свидетели. Оказать какую-либо помощь пострадавший водитель и его пассажиры отказались. В больницу женщину отвезли на маршрутке. В госпитале она скончалась. Позвонил, говорит, коллега, очень плохая вещь. Очень плохая вещь. Говорю, ну говори, что уже есть. Не могу, говорит, Маша. В Кислицах виновников ДТП хорошо знают. Это самые богатые люди в селе. Более того, они правоохранители. Он работает в прокуратуре, а брат в СБУ. Местные подозревают, что дело попытаются замять. К свидетелям вместо полиции пришли родители подозреваемого с требованием изменить показания. Я говорю, Ваня, если я поменяю свои показания, ты задавил. Остановись, все сделай как положено, признай свою вину. После такого поворота событий свидетели сами пошли в полицию, чтобы дать показания. Но вдруг оказалось, что они больше не свидетели, а подозреваемые. Евгений Чабан каждый день предлагал следователям новую версию и новых виновников аварии. В начале они вечера подали, когда привезли в лекарню, написали, что Евгений сидел за кормом. Потом была такая версия, что уже не Евгений сидел за кормом, а его дружина Ирина. Остальная версия, которую написал Евгений, это что я уже ее сбил. Прокурор и защитник обвиняемого, заявив камеру, просто убежали. Не желают общаться с журналистами и обвиняемый Евгений Чабан. Но как бы ни пытался уйти от ответственности Евгений, ему это пока не удалось. Люди не позволили. Они добились, чтобы в прокуратуре его все же признали подозреваемым. В прокуратуре признают, их сотрудник был не трезв и в таком состоянии вел машину. Если вину докажут, ему грозит 8 лет тюрьмы. Данил Снисар, Мария Тарасова, Зураб Теделуры. Подробности телеканал Интер Одесская область.